Сегодня отвечаю на вопрос, почему зажимаются руки при игре на фортепиано. Сначала разберемся с этим, а потом сделаем несколько приятных упражнений. Смотрите, когда у вас зажимаются руки при игре, здесь очень важно посмотреть на первопричину, а не просто сделать какие-то единичные упражнения. И скорее всего причина именно в неправильной постановке и в отсутствии контакта с клавиатурой, то есть изначального контакта с клавиатурой и в неверных пианистических движениях. Я не так давно записывала упражнения для своих базовых курсов по игре на фортепиано, новые упражнения и некоторыми с вами хочу поделиться. Сейчас мы с вами сделаем одно самое простое упражнение, оно может показаться совсем каким-то банальным, но оно очень действенное и поможет вам обратить внимание на свои руки и понять, в каком состоянии в принципе ваши руки находятся. Вы можете его делать как за фортепиано, так и просто за столом. Что нам необходимо сделать? Я называю это упражнение верное взятие одной ноты. На самом деле все начинается с этого взятия одной ноты. Когда мы берем аккорд, ноту, интервал, все что угодно, а у нас уже сразу же рука зажата, то есть она взимает как-нибудь вот так. Нам необходимо привести в норму свои руки, то есть разгрузить изначально руки, чтобы они у нас меньше уставали, меньше зажимались, а лучше вообще не зажимались. Что нам необходимо сделать? Мы сидим очень устойчиво, удобно на стуле. Я сейчас не буду говорить про верную посадку за инструментом, иначе это видео будет минут на 30. А мне хочется дать вам какие-то действенные упражнения здесь и сейчас. Мы сидим удобно, у нас нигде ничего не зажимается, и мы начинаем своими свисающими руками, то есть у вас должны свисать вот так руки, начинаем ими качать из стороны в сторону. И вы понимаете, что вы своими руками управляете при помощи вашего тела, корпуса, то есть при помощи плеч. И вот вы свободно качаетесь, руки у вас свободно свисают, и сейчас из этого положения вам необходимо нажать абсолютно одну любую клавишу третьим пальцем. И в этот момент вам удобно, вам комфортно, у вас руки не встают вот так, не проваливаются. А здесь мы немножечко так пружиним. Но суть в том, что вы чувствуете, как ваш вес из вашего корпуса через плечи, далее через локти и так далее, проходит до кончика пальца. Я люблю говорить, что как будто бы наша энергия начинает циркулировать правильно, и вы направляете энергию до кончика пальца. Здесь очень важный момент, локти у нас не поджимаются, мы берем не пальчиком нотку одну, не вот так вот как-то вставляем, а именно свободной рукой. Вот точно так же, как вы бы сейчас руками провели вперед, когда жестикулируете, когда я вот так делаю, например, тоже вожу свободно руками. Вы покачались для этого специально, чтобы ваши руки расслабились и нажали третьим пальцем. Здесь очень важно, чтобы третий палец у нас не прогнулся, не упал, не шлепнулся, вот так, да. Делаем вот так колечко, и кончиком пальца активно прямо чувствуем нашу клавишу. Я люблю говорить, что между пальцем и клавишей проходит как будто бы электричество. То есть вы чувствуете, первое время может быть как-то немножко неаккуратно, да, то есть вы прямо плюхаетесь вот так в клавиши, да. Попробуйте заказать звук, то есть чтобы звук был оформленный, красивый, не очень громкий, но и не пропадающий, да, что-то среднее. Суть в том, что это именно вот ощущение вашего веса, можете несколько раз поиграть эту клавишу. То есть это первый шаг нашего упражнения, верное взятие одной ноты. Все то же самое потом можете проделывать с аккордами. И в этот момент локоть идет в сторону, и вы прямо чувствуете вес своих, как вес идет точнее от плеча, а лучше, конечно же, от лопаток, это будет просто высший пилотаж. Таким образом у вас получится очень красивое звукоизвлечение, которое используется в 90% случаев в музыке. То есть ваши руки начнут обретать некоторую свободу и сцепку, в хорошем смысле этого слова, с клавишами. Это очень важно. Вторая часть нашего упражнения. Мы берем, нажимаем на клавиши уже привычным способом. Старайтесь это сделать чуть-чуть пошире, для того, чтобы локти у нас не прижимались, чтобы у нас не работали отдельно наши запястья, кисти. Мы нажимаем на клавиши третьими пальцами уже привычным способом. Локти у нас чуть в сторону. Вы уже чувствуете этот вес. Нажимаем чуть ближе к черным, не вот здесь. Сейчас начнем нашим запястьям показывать новую амплитуду движений. Мы ведем специально запястьями вверх и специально вниз. Вверх. При этом третьими пальцами мы стоим на клавишах вниз. Понятно, что нам никогда в жизни не встретится вот такое движение. Но нам очень важно показать вот эти безграничные возможности нашему мозгу, нашим рукам. Запястье вниз. И теперь вы мне ответьте, пожалуйста, на вопрос. При помощи чего вы поднимаете запястье наверх? Это не только при помощи нашего запястья. Вот вы себе сейчас отвечаете на этот вопрос, а теперь на этот вопрос отвечаю вам я. Мы это делаем при помощи нашего локтя. То есть локоть, он тоже активно присутствует в моменте игры. То есть локоть создает вот этот импульс. Он делает импульс. Вперед, и у нас запястье идет наверх. То есть как будто бы вы вот что-то берете. Вот ваш импульс. Мне хочется до вас донести, что у нас все в организме работает слаженно. И когда вы играете на фортепиано, даже если у вас как-то не так стоят ступни, вам неудобно, это может сказаться на вашей игре. Но в одном коротком видео я не могу вам рассказать вообще обо всем. Я стараюсь хотя бы что-то самое важное донести. Соответственно, нажали. У нас запястья пошли наверх, потому что локоть их как бы чуть-чуть подталкивает к этому, скажем так. И у вас уже начинают пальцы соединяться с локтем. Далее они у вас соединяются с плечами, с лопатками и вообще со всем телом. Но это, конечно же, у нас невозможно еще, расскажу, поместить в какое-то короткое видео. Но вот уже это будет хорошо. Что мы делаем дальше? Мы третьими пальцами цепляемся за клавишу. То есть стоим так устойчиво. И покачались внизу, прямо локтями в разные стороны, запястья в разные, точнее не запястья в разные стороны, а прям покачались вот так. То есть не что-то специально делаем, а прямо действительно сбросили напряжение. Вот мы с вами тренируем этот сброс напряжения. Нажали, все, качаемся. Вверх, вниз. Тем самым мы формируем естественные движения за фортепиано и формируем весовую игру. То есть у нас нет никаких искусственных движений. Для чего мы вообще это делаем? Нам важно не только верно взять ноту или аккорд, нам очень важно снять этот аккорд правильно. Для того, чтобы у вас не копилось напряжение. Что это значит? Очень частая ошибка, вот буквально у всех учеников, у начинающих особенно, да, когда нужно снять аккорд, ноту, то есть прекратить звучание. Это происходит либо мы дергаем так к себе, либо вот так наверх, я это называю, рыбаков. И у нас рука вот так вот, точнее у вас, вот так вот зажимается. Либо следующий уровень, ну вот учитель же нам сказал, что нам нужно повести запястье наверх, потом вниз, еще вот сделать ручки красиво. Я это называю лебеди. Когда у нас пошли специально запястье вниз, вверх и специально вниз. То есть мы специально тянем и специально опускаем. Что необходимо сделать? Вот мы нажали, тренируемся на одной ноте. Нажали ноту, запястье идет спокойно вверх, кисть идет за запястьем и вот так повисает. Таким образом у нас кисть свободна, пальцы свободны, не пытаются чего-то там дотягивать. То есть не снимаем вот так, знаете, вот я вырываю руку, у меня пальцы держатся за клавиши. Нет. То есть все. Более того, после взятия аккорда или ноты мы на звук уже никак не влияем, не давим на звук, ничего с ним уже не сделаем, не давим на клавиши. Запястье вверх, кисть освободилась. Нажали, освободилась. Вот это три самых базовых момента, которые очень важно наладить. Верное взятие одной ноты, потом амплитуда движений и вот это вот расслабление, когда мы и локти уже начинаем чувствовать. И верное снятие, то есть вверх и вниз. И отвечая на следующий вопрос, вот как раз таки тот самый момент. Почему зажимаются руки в этюдах, в гаммах, где угодно? Вы не даете возможности им отдыхать. Конечно же, первая причина это не совсем, возможно, верная постановка или вам не хватает силы в пальцах, да, условно. Это все нужно тренировать отдельно. Но самая частая причина, вы не слышите паузы. Вы их комкаете, суетитесь и не даете себе отчета в том, что у вас в этих паузах, когда рука должна отдыхать, она не отдыхает. Точно так же, как мы ночью ложимся спать, чтобы отдохнуть, композитор специально пишет так, чтобы у вас в произведениях были паузы. Потому что, во-первых, ему самому это необходимо было сыграть, его ученикам нужно было это сыграть. И вообще это, в принципе, грамотно, да, то есть давать какой-то отдых. Либо правая рука поиграла что-то активное, потом начинает играть мягкие свободные аккорды, левая рука в этот момент начинает играть активно, то есть они поменялись. Либо в правой руке явные какие-то паузы, в которых не нужно держать руку вот так. Что мы для этого делаем? Мы тренируем отдых специально. Условно у вас какой-то пассаж, вы пробежались и дальше пауза. И вот не держать руку в таком положении. Нужно для этого поучить с остановками. То есть играете, играете, условно поиграли в свой пассаж, остановились и начинаете со своей рукой общаться. Что она делает? Почему она повисла в таком положении? Почему не в таком? Почему не в каком-то другом? То есть наша задача добиться вот этого свободного положения руки, чтобы она сбросила. То есть вам необходимо научиться сбрасывать напряжение. Либо когда вы играете аккордами, у нас всегда есть какой-то основной аккорд, куда мы пришли, сбросили напряжение, локоть в сторону, отдохнули. Для этого мы прямо специально останавливаемся, качаем рукой. Это ваш метод проучивания, мы так играть потом не будем. Все. И ваш мозг запоминает, что на этом аккорде я отдыхаю. Это если очень коротко. И в завершении хочу сказать, что даже если вы супер-профи и окончили какое-то учебное заведение, никогда не поздно поработать над своими руками. И очень важно постоянно к этому возвращаться хотя бы на 5 минут. То есть протестировать свои руки, как я беру ноту. У меня освобождается рука в этот момент? Или она вот тянется специально, додерживает ноту? Додавливает клавишу, пытаясь погромче извлечь звук? Или у меня освободилась рука в этот момент? То есть это осознанная игра. Каждый раз, когда вы играете, дышать в паузах физически и своим рукам тоже позволять подышать. То есть отпустить свою руку. И это позволит вам, скажем так, бежать на более длинные дистанции. Пользуйтесь этими советами. Обязательно напишите мне о своих впечатлениях после просмотра этого видео. Продолжение следует...